МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Остается борьба с коронавирусом. Государство предприняло беспрецедентные меры поддержки граждан, но в тех же социальных медиа мы видим, что у людей есть вопросы к их реализации. Кто-то не получил деньги, кто-то жалуется на очереди за картами, на некоторых медиков не распространяются надбавки и так далее. Не усматриваете ли вы в этом срыв поручения президента? Действительно, сегодня колоссальный пакет социальной помощи реализуется. Этот вопрос, конечно же, на постоянном контроле президента Космужомарта Кемельевича. Конечно, пока рано подводить итоги, но в целом достигнуты хорошие результаты, причем за очень короткий срок. Хотя охват поддержки, вы знаете, это такой существенный, колоссальный, можно сказать. Это медики, которые сейчас на передовой, это бизнес, это аграрии, которые приступают к пассивной, это и граждане, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Вы прекрасно знаете, что просто взять и выделить деньги из бюджета – это только полдела. Только представьте себе, сколько сейчас людей в правительстве, в Министерстве финансов, в Министерстве нации и экономики, в Министерстве труда, в Акиматах, в правительстве для граждан занято тем, чтобы разработать и наладить механизм распределения помощи. Нужно же посчитать все, определить критерии. Конечно же, нужна прозрачность. Ну и многое-многое-многое другое. Эти люди работают круглосуточно. Кто-то на удаленке, кто-то на рабочем месте. И им никто спасибо не говорит. Про них не пишут в средствах массовой информации, не пишут постов в социальных сетях. В представлении массы людей все они просто система, такая бюрократическая махина. А ведь их вклад в борьбу с эпидемией тоже неоценим. Да, конечно же, есть накладки. Есть ошибки, и без них никак, к сожалению. Но эти накладки, к сожалению, опять же, имеют больший резонанс, чем положительный результат. А положительных результатов много. К примеру, социальные выплаты на сегодняшний день получило более 2,5 миллиона человек. Общая сумма в 110 миллиардов тенге. И каждый день эта цифра растет. Только представьте себе этот масштаб. А ведь это все нужно было посчитать, проделать всю эту работу, чтобы все это реализовать. Кто-то говорит, что 42 тысячи – это мало. Но ведь помощь приходит не только в виде денег. К примеру, и продуктовые, бытовые наборы получили тоже более 1 миллиона, 1 миллион 200 тысяч, по-моему, граждан. При остановлении выплаты по кредитам у нас получило более 1 миллиона человек. И из них около 10 тысяч – это предприниматели. Медики. К настоящему времени надбавки к зарплате получили 16,5 тысяч медработников. Сумма исчисляется миллиардами тенге. Ну, и так далее, и так далее. И вся эта работа ведется по всем направлениям постоянно. А что вы можете сказать по поводу поддержки бизнеса? Уже есть какие-то ощутимые результаты заявленных президентом мер? В этом направлении тоже проведена результативная работа. Она продолжается. В ней задействованы министерства финансов, экономики, опять же, сельского хозяйства, энергетики, Национальную палату предпринимателей Атамикен, Национальный банк Республики Азахстана, Акиматы. Выдаются льготные кредиты. Уже, по-моему, одобрено займов на 33 миллиарда тенге. Снижены налоги для производителей социально значимых товаров. Отменен налог на имущество для представителей, к примеру, гостиничного бизнеса и общественного питания до конца 2020 года. Приостановлены выездные налоговые проверки. Перенесены отчеты. Приостановлено взыскание по штрафам и пеням больше 1 миллиона налогоплательщиков. Это колоссальная работа, и она не останавливается, продолжается. Но, согласитесь, выдача соцпомощи очень сильно оголила другую проблему. Выяснилось, что у части населения просто нет платежных карт, и поэтому они вынуждены были стоять в очередях. Как вы это можете прокомментировать? Да, были очереди. Их было не избежать в связи с экстренностью всей этой сложившейся ситуации. Поэтому мы и просили граждан отнестись с пониманием. Все перестраивают свою работу. И государство, и бизнес. В одной части, в условиях челючайного положения и строгого карантина, это сделать невозможно. Но даже при этом сейчас 13 банков и национальный почтовый оператор предоставляют услуги по выдаче карт дистанционно. Многие банки предоставляют услуги доставки карт, ввели возможность снятия наличных без карты и без комиссии. И через какое-то время, я думаю, эту ситуацию мы преодолеем, и все уже забудут о том, что не имели своих карт. Я думаю, очевидно, что введение чрезвычайного положения может негативно отразиться на нашей экономике. Все больше экспертов об этом говорят, и их прогнозы неутешительные. Что будет с экономикой? Да, Александр, карантинные меры внесли коррективы в экономику. Не только в нашу экономику, в мировую экономику. Бюджет уже сейчас, наш бюджет, я имею в виду, ощущает влияние пандемии. И, конечно же, мы не можем отрицать, что негативные факторы мы не будем ощущать в будущем. Конечно же, будем ощущать. Правительство к этому готово. Но даже при этом в базовых секторах экономики в первом квартале 2020 года наблюдается рост. К примеру, это в сельском хозяйстве, в промышленности, в строительстве. Инвестиции даже выросли. Все это вселяет определенный оптимизм. Значительный запас прочности, как я уже говорил ранее, создан благодаря программе индустриализации. В химической промышленности объем производства вырос в два раза. В фарминдустрии растет. Легкая промышленность тоже показывает рост. Если говорить о конкретных примерах, то совместно, к примеру, с Петербургским тракторным заводом запущено производство знаменитых тракторов «Кировец». Планируется ввод совместного предприятия с КАМАЗом. Ну и так далее, и так далее. Эта работа ведется. И еще один пример. В машиностроении мы первыми в Центральной Азии освоили производство сверхмощных трансформаторов мощностью до 500 мегаватт. Знаете, 500 мегаватт может обеспечить электроэнергией, к примеру, такой средний областной центр в Республике Казахстан. И, Даурен Скребекович, несмотря на ограниченность эфирного времени, предлагаю вернуться к нашей традиции. И хочу попросить вас назвать те новости или события, которые вам за последние 7 дней запомнились больше всего. Знаете, в нынешнее время оптимизм и веру в будущее вселяют не макроэкономические показатели и проценты роста, не только это, а поступки наших граждан. Врачей, бизнесменов, полицейских, ну и, конечно же, волонтеров. Волонтеры сейчас задействованы практически в самых востребованных сферах. Вы знаете, президент поручил открыть фронт-офис волонтеров. Он сейчас работает на так называемой удаленке, но он работает в круглосуточном режиме. И, знаете, горячая линия разрывается от звонков. Все регионы звонят. И при этом большинство обращается не за помощью, а сами хотят поддержать тех, кто сейчас нуждается в этом. Вы знаете, эта ситуация показала нам и что у нас отсутствуют, к счастью, возрастные рамки в волонтерской среде. Больше всего звонков поступают с предложением помощи от людей, которые старше 40 лет. Что в очередной раз показывает, что волонтерство это не такое, знаете, парадно-праздничное мероприятие молодежи, а стиль жизни ответственных людей любого возраста. Это очень радует. Ну что ж, Дорин Скировикович, на этом вынуждена с вами попрощаться. И очень надеемся встретиться с вами вновь в этой студии ровно через неделю. Спасибо, до свидания. С вами была программа «Открытый диалог». До встречи в следующий четверг. Субтитры подогнал «Симон»